Это может любого, кто стоит на библейских принципах. И сейчас, скрижали Джорджии поражают. Их строительство началось в 1979 году каким-то пришельцем, который известен как мистер-христианин. Он пришел и захотел занять определенный участок земли, чтобы возвести там эти скрижали. Ну, это был псевдоним, и мы рассмотрим это чуть более подробно. Скрижали Джорджии, центральный кластер, воздвигнутый 22 марта 1980 года. Пусть эти скрижали станут руководством для века разума. И сейчас, после этой лекции, кто будет отстаивать разум? Папа будет отстаивать разум. Это римо-католическое мышление. Разум — это единственная основа, на которой мораль и цивилизация будущего могут рассматриваться. Давайте прочтем чуть дальше. Вавилонская клинопись, классический греческий, санскрит, египетские иероглифы — все эти языки используются там. Пусть эти скрижали станут руководством для века разума. Автор, псевдоним, Р.С. Христианин. Ну, это занимательный псевдоним. Что подразумевается под Р.С.? Что? Какая церковь заявляет о принципах, основанных на разуме? Только римо-католическая церковь. Мы видели это в ее философии, мы видели это в ее энцикликах. И я прошу вас прощения за то, что утомлял вас всеми этими энцикликами, но если бы я использовал другие источники, то любой мог бы сказать, это вторичные источники. Мы должны услышать это из первых уст, верно? Итак, автор этого Р.С. Христианин. Небольшая группа американцев, которая ожидает наступления века разума. Имеется капсула времени на глубине шести шагов под этим местом, и в какое-то время, которое здесь не указано, она должна быть открыта или как угодно, никто не знает. Они сходятся в этой точке. Для чего? Они расположены астрономически. Они подогнаны по астрологическим критериям и по астрономическим критериям. Тут присутствует философия эзотерического мира. И они очень прецизионно установлены. Если вы рассмотрите все измерения, то этого хватит на отдельную лекцию, и я не хочу туда углубляться, в этой лекции. Я просто хочу рассмотреть некоторые принципы. И вот они, эти принципы. Удерживая человечество ниже 500 миллионов и в постоянном балансе с природой. Это полмиллиарда человек. И в настоящий момент имеется примерно 7,5 миллиардов человек на планете. Что же должно произойти с остальными 7 миллиардами? Как вы можете избавиться от 7 миллиардов человек? Управляй репродуктивностью мудро, улучшай выносливость и разнообразие. Объедини человечество через новый живой язык. «Управляй страстями, верой, традициями и всеми вещами с закаленным разумом». «Управляй закаленным разумом». «Прошу прощения, а кто имеет власть править?» «Кто имеет знамение Каина?» «Кто имеет знак Анну, чтобы править над детьми непослушания?» «Защищай народы и нации справедливыми законами и правдивыми судами». «Естественно, с точки зрения их понимания». «Позволь всем нациям править внутри себя, разрешая внешнее несогласие во всемирном суде». «Не допускай мелочных законов и бесполезных должностей». «И это единственный хороший закон, который у них есть». «Балансируй личные права с общественными обязанностями». «Прославляй истину, красоту, любовь, ища гармонию вечности». «Не будь раковой опухолью на земле, оставляй место для природы». «Оставляй место для природы». «Вот это моральная и социальная философия РС христианина». «И вот это все параметры, которые мы имеем в виду,